всем привет ребятки с вами серега только что проснулся и решил так поснимать видео хорошие вот она сейчас компьютер включить посмотрю что там может даже немного поработаю я сейчас нахожусь на такой небольшой сушечки уже даже чуть подсох вот начало сушиться короче у меня было девяносто три килограмма сейчас даже с утречка на весы встану посмотрю что у меня там на весах будет посмотрим как я подсох дядя сережа там фрукты хаваю короче сейчас сижу на белках яйца мясо там сидела этим питание у меня такой там ем приблизительно 1 3 часа то есть в основном у меня мясо и яйца ну больше всего наверное яйца я их жарю и не делаю омлет просто набил там они у меня запрели вот я их поел и там немного ложу еще могу там огурчик там помидорчик положить такое и с хлебушком так как я кашу не люблю есть и как бы не особо поэтому хлеб черный хлеб это самое нормально без проблем и так вроде уже даже подсох бицулька небольшая так уже что то есть уже короче еще пока конечно рано чем-то говорить и вообще последнюю очередь так последнюю джок оттуда сходит конечно посмотрим сколько у меня вес 103 килограмм я жахнул с камерой правда еще будет камера весит там немного граммов 300 не знаю по сука тут дядя сережа так о видели 85 и 6 вот так вот и это я а сука что у меня получается за две с половиной недели да ты исполните это ручку сушке я уже так вески нормально еще пойдешь раз посмотрим чего у нас там на компьютере надо сюда лампочек докупить это освещение что хреновато нормально светило на сушке я кстати яички жарю там с этим самым масло доливая короче там шпану нормально было то есть не по этому поводу особо не переживаю калорий я сейчас один не считаю незачем в принципе потому что сушек не такая жесткая ты как бы и так все идет нормально то есть ем просто больше белка и еще один момент я короче убрал соль-соль убрал так глянем счету мне пишу о на почту уже 9 писем написали вай-вай-вай видео пишет на вопросики я на них отвечаю так что там еще написали сейчас вконтакте никто ничего не тут написали так это лично так канал мы сейчас мы глянем на наш канал со стороны вот все время втыкаем короче смотрю вместо того чтобы объектив камеры смотреть смотрю короче в экране сейчас на другую камеру то деду на счет это у нас посещаем и сейчас посмотрим проверим так-то стояние шкатился вконтакте ножом канальчик только у меня там это самый залабанен такой видосик а ну еще немного правда 20 видео только короче закинул будет больше обязательно будет снимать буду снимать какую программу там прочь и сфиня так группу на дождите посмотри чем это группа творится группа группа надо все что-то подобавляй надо подобавлять статички сейчас зайдем на садик там так вот так посмотрим тут учет у нас раз такая группа добавим страничку какую-нибудь вот так вот еще можно добавить чтобы мало не казалось сейчас по добавляю сюда ссылочек народ любит тренировочке бесплатно до сайте они у нас есть сама на сайте твой тренинг типа модератор по все дела столько людей пишут вконтакте тоже дофигища сейчас конечно в личку стали очень много писать не знаю отдельно находит короче меня вконтакте какими-то там путями ну и дальше поиски там выдает иначе очень много пишут там один даже сегодня обиделся же ему не ответил вы бедняжка это такое за игра вы мне не ответили такой плохой как вы могли как я мог не ответить когда мне до хрена народу пишет короче я просто не успеваю всем ответить поэтому у кого-то там эго начинает играть прямо вот вот ему я должен вот сейчас взять и ответить вот он особенный блин неужели нельзя подумать о других там да по мне например что там нет дофигища народу пишут короче я просто не успеваю ответить поэтому если не ответил сегодня ну напиши завтра там после завтра еще напиши я обязательно отвечу в конце концов есть же сайт твой тренер напиши напиши туда я там стопудово отвечу почему вот народ но на вас спи это такое рабочий процесс люди обижаются не обижаются еще там еще так больше я уже к этому гораздо проще отношусь раньше как раздражала глупостями может на нас какая-то там людей сейчас я к этому гораздо проще отношусь привык уже везде как в торговле тоже конечно там дофигища всего нюансов занимаюсь торговля стационарно то клиенты бывают такие попадаются в уникумы причем вот такие тупые как сказать тупые тупых людей наверно нет может глупые вот но можете и не прав может тупый кто знает просто я не берусь судить тоже я тоже иногда туплю но чтобы так конечно это не тупят но это у меня это я не знаю это уже слишком так все тут у нас все тут у нас куча статей сейчас мы тут статейки понимаешь она загружаю по надо добавляю чтобы было так все добавили надо группу рекламить ой рекламе и банан только же захавал честно на буду ищу сужать или не буду высокая халла посиди раз 8 8 часов это у нас прошло короче 9 10 11 3 часа прошло 4 жрать мне пока не хочется на весах 85 с половиной это я на голодный банан не считается а плюс камера 85 в принципе нормальный речь можно даже не похалочить короче на голодный желудок по тренируюсь почему на голодный да потому что пожрешь и потом тебя короче расслабить ты никуда уже не захочешь никакую тренировку так что так сегодня у нас получается среда сегодня сегодня вчера 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 я не занимался в понедельник занимался сегодня я буду качать руки на не буду снимать тренировку или нет потому что как бы со штатива мне впадло таскаться на моноподе короче камеру неудобно там ложить на нем сниму там тренировку посмотрим что там я тренирую хотя обычно тренировка у меня короче коробки тренируемся как правило там минут 30-40 от силы часто есть этом полтора часа просидел то короче до хрена трендел просто сидел вот я сторонник такого знаете тренинга что пришел так раз ломил побырюку так без отдыха и свалил оттуда а чё там сидеть долго смысл растянут этого больше не станет вот форма лучше от этого тоже не станет то есть форма она зависит от чего от диеты от диеты и тренировки как бы не то что самое последнее но это довольно такое второстепенное пришел жахнул почувствовал пам там где-то судорога сводила все в порядке все это самое хорошо по тренинг ушел так что не стоит там сидеть часами что-то там мудри и там еще придумывать всякие схемы там какие-то эти самые там а по питанию людей как посмотришь ну это просто улет какой-то они там такого себе расписывают короче блин я не знаю откуда они там такие схемы берут и причем я так предполагаю не в голове это кажется таким волшебным какие-то знаете что они вот так красиво там все расписывают и у них вот начнет там расти масса начнет форма улучшаться там тренировки пойдут я не блин капец вы знаете бывает заводишься такой идеи какой-то причем пока она там пока ты хорошенько не подумала перед этим кажется тебе такой вот а потом через день уже так сел еще за херня вот и у них то же самое ну чё-то они как-то не знаю они не одумываются у них вот это надолго когда там поворачиваться они там месяцами годами сидят короче вот я не знаю не знаю не знаю я короче через эту фигню уже все прошел давненько было поначалу когда только начинал заниматься там бодибилдингом у меня конечно дофига всего было я столько экспериментировал с жратвой с тренировками совсем там пробовал знаете так где-то самка сейчас как вспомню это просто хана на диете я считал каждую калорию вообще даже кофе считал растворимы в пакетика короче там полторы калорий у меня выходила там с этого пакетика сидел таскался с этими там стопки такие записи там дневники явил вот это было буквально года три наверное первых лет делал я все записываю записал жратву калорий я записывал тренировки свои что и когда я делал потом фарма тоже записывал когда стоял в какое время по инсулину метан дофигища была короче инсулина когда там стало у меня там вообще там просто тьма записи было потому что ставил каждый день с гармошкой вот я и записывал в какое время я ставил отслеживал дугу вот эту вот гипогликемическую короче она смещается со временем вот это я кстати обнаружил этот момент кстати очень даже полезно что тогда записывал здесь это был плюс а со всем остальным как бы ну то чтобы сказать что минус ну как бы оно мне особо то и надо было да я что не знал я еще учился вот а с инсулином конечно да я обнаружил что с течением времени там когда принимаешь его чем дольше тем дальше отодвигается вот эта вот гипогликемия да приступ гипогликемический здесь раньше он там наступал через полчаса а потом 35 минут 40 минут там 50 минут и вот так вот у меня по времени я смотрел меня вплоть до того что дошел кучу до полутора часа потом до двух там было все и приклеили по гипогликемии вообще не было и потом короче наступила инсулин резистентность это когда уже организм не реагирует на препараты надо повышать его дозировки вот и тогда на хорошенько подумал и потом как дальше уже кустил и пробовал инсулин тот же я сделал другую схему я так принимал его реже чтобы вот гипогликемия она не смещалась то есть два-три раза в неделю инсулина в принципе вполне достаточно ну и потом какой-то отдых делаешь пару недель потом снова вот и так у тебя как бы нормально будет все работать идти не надо повышать некие дозировки там похрен за сколько единиц ставить вот ну как бы ну таращит она будет нормально там колбасит хорошие отца фамилишь как ух жрать после инсулина хочется просто хана обжираешься как сумасшедший испарина такая у тебя там мурашки по коже такое состояние и причем хавер все такое вкусное кажется знаете как после на курке короче когда наламываешься то же самое после инсулина и по гликемия пахнет здесь сидишь обжираешься этим углеводом и самое главное жрите углеводы если вам сильно хренованный инсулине тогда сладкая обязательно ни в коем случае не грузитесь белками протеином всякой хренью там короче белковой ешьте нормальные углеводы желательно быстрые потому что инсулин что он делает глюкозу разлагает вот его предотвращение причем вытягивает она это всю деде она только есть мышцы печени в массаже что же глюкоза есть из-за чего колбасит помогли не рассудка из-за чего глюкоза того вот и и запас нужно пополнять обязательно ему подкидывать потому что он ее топит просто хандра так что еще хотел короче тут сделать короче короче у кого короче то сидит думаю отращивать так так вроде чем пока ничего интересного там пару ссылочек закинул себе на этот самый тут меч и заказе кто-то оформил надо посмотреть сейчас даже позвоню кому-то там послушаю поговорю о том о сём аж с киева хорошо так еще еще хотел что еще хотел от лампочки не сюда определенного а тут света это не хватает да буквально видно надо ничего сейчас потренируюсь поработаю и съезжу за лампочками чтобы вам тут хорошо было видать меня но видео я еще наверное поснимаю хочу похожу сегодня еще о чем-нибудь поговорим